О главных новостях Украины и мира узнаете в подробностях. Я Екатерина Лысенко. Здравствуйте и смотрите в выпуске. С пулеметом на Киев, как одесский матрос переворот в столице делать собирался. И с вами, и нет. Как в Раде реанимируют коалицию и кто одной ногой шагает с большинством. Дорогу молодым, кому досталось второе кресло в Минэнерго. Голландское, да. Что может заставить парламентариев поддержать ратификацию Ассоциации Украина с ЕС. Третий день в столице митинги. И сегодня в СБУ сообщили, задержали военнослужащего контрактника из Одессы с целым арсеналом оружия. Собирался он как раз на акции в Киев. Кто он, как думал применить оружие и каким образом планировал переворот. Все подробности у Андрея Анастасова. Матрос-пулеметчик из Одессы, контрактник военно-морских сил, участник АТО. Военной контрразведке СБУ говорят, долго следили за ним, документировали каждый шаг. В итоге выездили. Военнослужащий настойчиво искал и затем купил 12 автоматов Калашникова и одну снайперскую винтовку Драгунова. Все это до 20 февраля планировал переправить в Киев, а затем применить во время мирных акций в центре столицы. Правда, как именно, силовики не уточняют. Матроса с поличным задержали в Одессе. В период с 21 по 22 лютого 2017 года нам и планировалось сделать выезд в место Киев, где под час святкувания третьей революции гидности сделать бронепереворот. О личности переворотчика известно немного. В СБУ приводят набор довольно противоречивых характеристик. Эта людина, она споведует ультраправу идеологию, панславизм, створение какой-то такой великой славянской нации. При этом, как высловивала идеи, поддержку невизнанных псевдодержавных, квазидержавных утворений. При этом, говорят в СБУ, оружие военнослужащий планировал купить гораздо больше. В частности, интересовался крупнокалиберными пулеметами типа Печенек и бесшумными снайперскими винтовками ВСС. В качестве доказательств журналистам сегодня продемонстрировали записи телефонных разговоров, во время которых задержанный якобы договаривается с поставщиками оружия и делится планами. Вот один из фрагментов. Правда, кто эти поставщики? Были ли у одесского матроса подельники в Киеве и в какой организации или партии он состоит? На все эти вопросы в СБУ отвечают либо тайна следствия, либо расследование продолжается. И уголовное производство пока открыто по статье «Незаконное обращение с оружием». Андрей Анастасов, Игорь Михоношин, подробности, телеканал Интер, Одесса. Националисты с ультраправыми сегодня протестовали у стен парламента. К Верховной Раде вывели тысячи людей. Призывали продолжать блокаду на Донбассе и переизбрать парламент. Однако на выборы нардепы, похоже, не собираются и заняты спасением большинства. Спасают за счет радикалов. Вдохнут ли новую жизнь в коалицию, выясняла Ольга Рыцарь. Слава нации! Что ни день у стен парламента новые акции протеста. Сегодня центр столицы заблокировали тысячи людей. Жгли фаеры, требовали прекратить торговлю с оккупированными территориями, а заодно проведение парламентских перевыборов. Правда, долго не простояли и к обеду разошлись. Уже с трибуны Верховной Рады от имени всех националистов говорил организатор акции, он же нардеп Андрей Белецкий. Мы не позволим приватизации стратегических предприятий, продажу сельско-господарских земель, щеквартального взросления цен на коммунальные послуги. Мы выможаем разорвание дипломатических отношений за РФ. Но пламенную речь Белецкого, как и акцию протеста, депутаты всерьез не восприняли. Самораспускаться они не планируют, а наоборот думают, как спасать коалицию. Еще несколько дней назад в Народном фронте приветствовали возвращение радикалов в большинство и подписали Декларацию Единства. Подписи под документом поставили три фракции – БПП, Народный фронт и Радикальная партия. На сегодняшний день перед загрозой тих викликів, которые стоят перед Украинской державностью, нужно усвідомливать их и действительно не просто декорировать Единство, а обеспечить Единство. Я не думаю, что это правообразом коалиции. Это просто демонстрация того, что люди готовы дальше дойти в этих принципах Революции Гидности, оскільки это было в речнице. Я бы не давала этому какого-то особого значения. Это просто политическая заявка. Сам Ляшко настоял на том, чтобы упоминание о коалиции из документа убрать. Поддерживать все законопроекты большинство отказывается. В чем смысл декларации? Объяснял по-своему. Суспольные законопроекты могут быть только одни. Оборудовательность страны, национальные интересы Украины, национальная безопасность Украины, подвищение уровня жизни. Дискредитированный величезной количеством против 25 лет объединений, псевдообъединений и псевдообъединительных деклараций. И это не цинило вообще эту справу. Объединения и псевдообъединения были заради пограбления, коррупции, распределения экономических ресурсов. Такие подписания, таких политических меморандумов, что объединение навколо коррупции, что объединение навколо дерибану посад, оно выглядит, как спроба створить какую-то квазикоалицию. Тем временем в оппозиции заявляют, голосовать не будут, пока в повестке дня не появятся важные законопроекты. А это изменения в бюджет, повышение пенсий и снижение тарифов. Есть пару очень важных вопросов, например, о сотрудничестве с Малайзией, об устойчивом туризме. Ну и так далее. Дело в том, что вместо того, чтобы принимать законы, которые нужны государству, на сегодняшний день натыкали все то, что можно провалить, если не хватит людей. Одно соглашение с ЕС о поддержке бизнеса Рада все-таки ратифицировала. На остальное голосов не хватило, и спикер по традиции закрыл заседание преждевременно. Ольга Рыцарь, Ирина Романова, Владимир Самченко, Вадим Сверидонов. Подробности телеканал Интер. На что рассчитывают подписанцы Декларации Единства, то есть БПП, Народный фронт и Радикальная партия? Эксперты уверяют, у каждого свои цели, но есть и одна общая. Какая? Мы спросили об этом у политологов. Радикал Интерес двоих фракций коаліція поляга в том, чтобы не допустить дочасных выборов. Дви фракции коаліції. Я не думаю, что они уже готовы взяти Радикалов до себя. У них есть, скажем так, прагматичный интерес, потому что сейчас есть много критиков, что хватит или не хватит депутатов в двоих фракциях коаліції. Но они понимают, что Ляшко и Радикали – ненадийный союзник. И очень непростий союзник, с которым нужно договориться, и не один раз, а постоянно догадается договориться. Какому что-то нужно пожертвовать, кто знает, а кадровые вопросы, а что-то еще. Это напоминает Универсал 2006 года. Это декларация трех фракций. Это фактически такая напив-коаліція. Юридично Радикальной партии в коаліції нет. Они небы тут и небы там. И не то, чтобы да, и не то, чтобы нет. И ни к селу, ни к городу. И ни рыба, ни мясо. Они остаются в оппозиции, так. Но в тот же час они фактически будут поддерживать БПП и Народный фронт в парламенте. Вот такая хитрая гра. 50 оттенков серого. На сегодняшний день коалиции нет. Если сегодня с кем-то и кого-то и звать в коалицию, то это будет только Ляшко. Они боятся того, что перевыборы будут абсолютно непрогнозируемы. Они боятся в первую очередь в БПП и в Народном фронте боятся Юлию Тимошенко и оппозиционный блок, которые наберут большее количество голосов. Оппозиционный блок увеличит в два раза свое присутствие, электральное присутствие в парламенте. Понятно, что такой парламент будет слабо контролируемым. Более полугода понадобилось правоохранителям, чтобы наконец объявить о подозрении депутату Римонского горсовета от радикальной партии Василию Немишу. Напомню, прошлым летом он с оружием в руках не давал полиции провести обыск в квартире, где его юристка хранила документы. Что теперь грозит избраннику Народа? Подробнее Инна Белецкая. Вот так, закрывая спиной флот квартиру в построенной под его руководством многоэтажке, депутат горсовета не пускает полицейских. Потом достает пистолет и начинает стрелять. Журналистам объясняет, защищал офис юристки, которая его об этом попросила. Как стало известно позже, обыск проводился по санкции суда в квартире, где хранились документы о застройке в одном из райцентров. По этому факту начато уголовное производство и депутат Радикал проходил как один из фигурантов. Сегодня, спустя более чем полгода, ему наконец-то объявили о подозрении сразу по двум статьям. Сопротивление и насилие в отношении сотрудника полиции. Воселье Немыш известен в Ривне причастностью к строительным скандалам и своими подарками избирателям. Вот установка, которую он построил для жителей округа. Накануне выборов в Горсовет. Еще были детские площадки. Правда, после выборов депутат их разобрал и увез. Дозвониться до него нам не удалось, как и к юристке офис, который, по версии Немыша, он защищал. О том, что Василию Немышу предъявлено подозрение, во фракции Радикальной партии узнали от нас. На вчерашний день он должен быть на сессии. Вчера произошла фракция заседания, все мы рассматривали порядок день и он завтра должен быть на сессии. Василий Немыш уже второй депутат Горсовета, которому предъявлено обвинение. Еще один тоже застройщик, бютовец Александр Бабат. В начале декабря на стройке погиб рабочий Андрей Артвинский. Родные тогда заявили, что депутат вместе с прорабом предлагали им 100 тысяч компенсации за молчание. Тела нашли через полторы недели в лесу за городом. В прокуратуре подозревают Бабат в сокрытии гибели строителя. Инна Белецкая, Николай Василюк, подробности телеканал Интер, Ривна. Сразу о двух задержаниях заявил генеральный прокурор на своей странице в фейсбуке. Оба сотрудники прокуратуры Киевской и Ривнанской областей. Обоих подозревают во взяточничестве. Известно, что в Ривне задержали Максима Журавского. По информации Юрия Луценко, он в сговоре с киевским коллегой требовал 130 тысяч гривен у бизнесмена за то, что уголовное производство будет закрыто. Цепная реакция. По всей стране на грани закрытия целый ряд ТЭС и крупных промышленных предприятий. И все это последствия блокады торговли с оккупированной частью Донбасса. Точнее, отсутствие поставок энергетического угля. Кто может пострадать от этого уже в ближайшие дни? Об этом нам расскажет Олег Решетняк. Он сейчас находится в Донецкой области. Олег, здравствуй. Расскажи, о каких результатах блокады мы уже можем говорить? Добрый вечер, Катя. Вот если буквально вчера я еще рассказывал о том, что результатом железнодорожной блокады стала остановка двух крупных металлургических заводов на неподконтрольной Украине территории, то сегодня уже приходится констатировать, что в свою работу вносят коррективы и предприятия на подконтрольные ее части. Речь идет о Краматорской и Сумской энергоцентралях. Сегодня там заявили, что из-за отсутствия поставок угля в качестве топлива будут использовать газ. Вот на эту новость у себя в Фейсбуке очень позитивно отреагировал и нардеп от самопомощи Семен Семенченко, который всячески поддерживает радикальные действия в виде блокады. Так вот, по его словам, газа в нашей стране достаточно, а значит, дескать, никто не замерзнет. В то же время эксперты энергорынка говорят, что с запасами голубого топлива в стране напряженная ситуация. Давайте послушаем. Наверное, это очень ценное мнение господина Семенченко. Пусть он ответит на вопрос, во-первых, кто заплатит деньги. То есть газа может, пока, да, пока хватает. Но просто переход ТЭЦ, он явно не входил в планы правительства. И нефтегаза Украины. Каждый там куб газа, который не был сожжен на Краматорской ТЭЦ, из-за которого не накопили до угла, это большой плюс. Потом уже опять же начнется очередиться вой, потому что нам нечем платить за газ. Ну, по неофициальной информации, уже завтра могут остановиться Винницкая, Криворожская, Львовская и Приднепровская ТЭЦ. То же самое может произойти и с Днепровским медкомбинатом. Он на грани закрытия. Об этом заявляют при службе предприятия. Медкомбинат недополучил 25 тонн коксующего угля. Руководство просит государство облегчить ситуацию и снять налоговую нагрузку. Так как взамен угля, который не приехал из Донбасса, придется покупать топливо в Польше, а оно дороже. Если говорить в целом, то, конечно, список проблем можно продолжать и продолжать. Например, Краматорский ферросплавный завод тоже заявляет о возможном закрытии. Сбой с поставками топлива нарушает целый цикл производства. Это может привести к еще более негативным последствиям. Об этом уверяют эксперты. Тогда будет два пути, оба из них неприятны. Первый путь ограничить поставки газа промышленным предприятиям, прежде всего, что, опять же, обозначится на экономике нашей прекрасной, украинской. Второй ограничить поставки газа, ну, потом, населению. Ну, это совсем уже плохой вариант, но это в теории также возможно. И третий вариант, это сорвать транзит российского газа в страны Евросоюза. Ну, как видим, ситуация ухудшается. Мы продолжаем работать здесь, в Донецкой и Луганской областях. И будем информировать вас о всех, как бы, важных событиях студии. Олег, спасибо тебе за детали. Новая надежда в энергосекторе. Заместителем министра главы Минэнерго стала 27-летняя Наталья Бойко. Несмотря на свой возраст, она уже успела поработать в администрации президента. Советником по вопросам реформирования энергосферы. Известно, что Наталья Бойко из Львова училась на юрфаке Львовского университета и изучала право в Кумбольском университете Берлина. Кроме этого, замминистра, мастер спорта по каратэдо, чемпионка Украины и победительница Кубка мира. Отец Натальи Бойко, член Высшего совета правосудия. А пока чиновники от энергетики заняты кадровыми вопросами, украинцев больше волнует цена на энергоносители, а энергопоставщиков – растущие долги потребителей. Например, в Киеве задолженность за отопление приблизилась к отметке 5 миллиардов гривен. При этом самые злостные неплательщики – это жители элитных районов столицы – Печерского и Шевченковского. Напомню, в конце 2016-го за коммуналку в Украине задолжали почти 23,5 миллиарда гривен. Страна тоже берет в долг. На этот раз у Венгрии. О кредите в 50 миллионов евро договорились правительства двух стран. Будапешт дает Киеву средства на 18,5 лет под нулевой процент. Деньги потратят на ремонт дорог, ведущих к украинско-венгерской границе. А вот дороги в Румынию и Польшу сегодня перекрывали десятки машин. На акции протеста вышли автомобилисты. Требовали снизить пошлину на ввозы на марок с зарубежной регистрацией. С самого утра они перекрыли международные трассы. Как проходили протесты, видели наши корреспонденты. В Черновицкой области возле пункта пропуска Порубной на границе с Румынией активисты начали собираться с самого утра. Автомобилями заблокировали дорогу. Сегодня пикетчики расширили список своих требований. Помимо так называемой европейской растаможки, теперь настаивают и на снижении коммунальных тарифов. Людина вернулась где-то два тижня назад, говорит, я работаю на швидкие медичные допомоги. Нараховываю дни 3200, отримаю на руки 2500. Платежка пришла на 2800. Вы что думаете, до нас в громадской организации с автомобилями возвращаются? У нас все вопросы, бачите, вот там про газ, про электроэнергию. Мы все вопросы поднимаем. Но основной проблемой для жителей приграничной области остается все же автомобильный вопрос. Житель Черновцов в Георгии не так давно купил иномарку в соседней Румынии. В Украине ездит с иностранными номерами, оплачивает иностранную страховку. Считает, что пополнять казну другой страны неправильно. Но другого выхода не видит. Это не правильно. Потому что, например, эти 180 евро, которые оплачивают эту машину, я бы мог сплатить у нас в городе, у нас в Чернивсах. И за эти деньги бы сделали бы тротуар, или бы залатали бы какую-то яму на дорогу. Правильно? На акции съезжаются автомобилисты со всей области. За порядком следят полицейские. Легковушки направляют в объезд. Мы делаем все, чтобы не допустить порушений прав других граждан. Как всегда, там, где одни митингуют, другие возмущаются. Валерий везет товар в Румынию. Говорит, мало того, что из-за блокады не сможет доставить груз вовремя, так еще и вынужден будет заплатить штраф. Через час после начала акции на трассу приезжают районные чиновники. Успокаивают митингующих, понимают и поддерживают. Но помочь ничем не могут. На подобные акции вышли сегодня жители Львовской области и Закарпатии. Они точно так же перекрыли движение в пунктах пропуска. На украинско-словацкой границе пикетчики блокировали грузовой терминал. Опять же, возмутились дальнобойщики. Пикетчики, в свою очередь, агитировали их присоединиться к акции. Я виноватый. А не вы виноватый. Вы тоже должны нас поддерживать. Пререкания ни к чему не привели. Тогда дальнобойщики устроили свою акцию. Перекрыли фурой проезд по объездной для всех машин. И владельцы авто с иностранными номерами, и водители большегрузов не разъехались до сих пор. Одни настаивают, что акция бессрочная, другие тоже оступать не собираются. Ольга Поломарюк, Игорь Рига, Марина Коваль, Юрий Ковалев. Подробности телеканал Интер. Командиры спецназа столичной полиции подозревают в присвоении 6 миллионов гривен премиальных для бойцов. Преступную схему, по данным следствия, провернул сообща со своим замом, главным бухгалтером и председателем профсоюза. По документам они провели 12,5 миллионов гривен, из которых премиальных выплатили только половину от указанной суммы. Остальные, похоже, осели у них в карманах. Сейчас командира спецназа, а на сайте нацполиции значится Игорь Пислярюк, отстранили от должности. Он задержан на два месяца. Откуда оружие? Этот вопрос жители Чангара задавали сегодня полиции и властям. Напомню, в ночь с 12 на 13 февраля на границе с оккупированным Крымом произошел конфликт между украинскими военными и бойцами крымско-татарского батальона «Аскер». Тогда у организаторов блокады полуострова нашли целый арсенал оружия. Что жители услышали в ответ от властей, расскажут наши корреспонденты. События недельной давности не на шутку встревожили жителей Чангара. Тогда, 13 февраля, на админгранице с Крымом военные повздорили с представителями неофициального боевого крыла гражданской блокады Крыма батальоном «Аскер». Да так, что ВСУ довелось применить силу, а полиция позже изъяла у татар автоматы Калашникова, снайперские винтовки и гранатометы. И хотя к вечеру того же дня стороны примирились, местное население задалось вопросом. Если это громадское формование «Аскер», то оружия не должно быть. Среди это взялась оружия и будет это расследование? Чтобы услышать ответ, люди собрались на общественное слушание. Пригласили представителей и ВСУ, и Аскера, и полиции с прокуратурой. Те отрапортовали. На данном этапе нами даны запросы в комитетные источники ВСУ, с тем, чтобы отследить происхождение данного оружия. Оно находится в Херсоне, на экспертизе проводится соответствующая экспертиза. Правда, сколько будет длиться экспертиза, не говорят ни в полиции, ни в прокуратуре. Девять дней, девять суток. Мы должны ждать, что нас опять оружие снимут с другого стороны. Неужели мало времени для экспертизы? Мало времени для экспертизы, это в районе. А если, где-то, все связано, по рук, где я? Местные говорят, уже не раз обращались с жалобами в правоохранительные органы. То кто-то стреляет в полях, то опоры взрывает. Реакции силовиков никакой. Мы теперь тоже можем организовать какие-то громадские вооружения, и друг против друга будем воевать. Ну так получается. Как служба безопасности, так прокуратура, так и правоохранительные, никто не допустит дестабилизации в геологическом. Есть еще пытания? Не услышали люди ответа на вопрос, откуда у Аскера оружие, и от командира штаба гражданской блокады Крыма. Зато он много рассказывал о любви к Крыму и Украине. Мы для чего здесь? Для чего мы зашли в Аскер? Зачем мы это создали? Для того, чтобы усилить нас, и усилить в том числе Чингар, усилить Украину. Единственное, что прояснили для себя местные жители после этой встречи, что вскоре более полутысячи бойцов крымско-татарского батальона Аскер войдут в состав ВСУ. А значит, количество официально вооруженных людей на Чангаре увеличится. Но станет ли при этом спокойнее? Сергей Бордюжа, Игорь Воробей. Подробности, телеканал Интер, Херсонская область. Постановление об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова вынесут на рассмотрение парламента. Но только в том случае, если согласится спикер. Такое решение приняли в Комитете Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранителя деятельности после рассмотрения документа. Там и не поддержали, и не отклонили постановление. И таким образом профильный комитет переложил ответственность на Порубия, считает нардеп Сергей Каплин. Именно он подал постановление об отставке Авакова. Подание народного депутата Украины на звольный член Комитета Министров Украины сегодня не предбачен никаким законом. Кравка, все. Правоохранительный комитет сегодня встал к порушению права простого обычного гражданина прибраться с посады министра внутренних дел Авакова. Авакова, который является вытоком коррупции в стране, политической коррупции перед всем. Авакова, который является причиной спалаху бандитизма в нашей стране. Правоохранительный комитет сегодня, по сути, встал в позу страуса, заховывал голову в песок и просто передал этот документ в зал парламенту. Порубию, который, очевидно, сделал все, чтобы не вынести вопрос о выставке своего однопартийца на голосование. Только сильная украинская армия способна отразить широкомасштабное военное вторжение. А потом заявил Петр Порошенко, выступая в генштабе ВСУ. Президент сообщил, что, по его информации, Россия сконцентрировала вдоль границы Украины мощные ударные группы. А в зоне АТО боевики не прекращают обстрелы позиции наших военных. Под Авдеевкой ввели огонь из танка, а на Мариупольском направлении из установок залпового огня Град. Что происходит в одной из самых горячих точек на линии разграничения? В сюжете Геннадия Вивданка. По крайней мере, вот эти крайние сутки на этой позиции в районе обороны Авдеевки враг не бьет из тяжелого вооружения. Однако все время прощупывают наших бойцов из пулеметов стрелкового другого вооружения. Практически целые сутки возле укрепрайона шахта Бутовка провокационные обстрелы. С нашей стороны тишина, молчим, потому что огонь ведется практически, можно сказать, не очень прицельно. Поэтому не провоцируем. Открываем огонь, была команда открывать огонь только в том случае, если будет явная угроза жизни, здоровью. Пока такого нет, молчим. На днях здесь погиб гранатометчик, молодой парень. Пока более суток здесь не слышно тяжелых разрывов. То, что они укрепляются, это, да, слышны там и работают топора, скобы забивают в бревна, это, да, копают. Так, не наглеют, во всяком случае, в открытую не ходят, не погнули. А по ночам есть провокационные огонь, открываются. Вот это примещение, например, что вы видите перед вами. И в основном, это, допустим, работа тяжелого оружия, артиллерии и, скажем, танчики. Сегодня вражеские танки обстреливали соседние шахты укрепрайон. Обстрелы такие хаотические. Не было еще такого дня, чтобы сопротивник не навязывал нам войну. Каждый день нас обстрелили. Пока враг лишает надежды на затишье. Пару часов тишины, затем снова обстрелы с той стороны. В ночи, казалось бы, что изменилось в классе конфликта, начали обстрелы на двоих направлениях, на Марьевпольском и на Донецком. Стрелецкая оружие, несколько всего было обстрелов с генетометом. Но на ранок они уже показали, как они ставятся до отведения, до разведения и до перемирия. Вели огонь по наших позициях в районе Водянова, на Марьевпольском направлении, с реактивных систем «Град Партизан». Бойцы шахты достают свою реликвию – флаг роты. Привезенный для них одним из волонтеров из Белой Церкви. Не-не-не, мы бережем его, не вешаем ничего. Да, тут вывесишь колпак. Все, военный так. Геннадий Вивденко, Вадим Ревун и Игорь Щепет. Подробности телеканал «Интер» из Донецкой области. Берлин призывает Украину и пророссийских боевиков соблюдать режим прекращения огня. Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, вопреки многочисленным договоренностям, достичь режима тишины не удается. Габриэль также подчеркнул, необходимо полностью вывести тяжелое вооружение с позиции сторон и позволить безопасно работать представителям ОБСЕ. Самое важное – реализация договоренностей о прекращении огня и отводе тяжелого вооружения. Прежде всего нужно выполнить обещания ОБСЕ, что касается тяжелого вооружения на позициях. Мы можем только надеяться, что Украина и Россия придерживаются своих обещаний, иначе страдания людей в регионе прекратить не удастся. Российская сторона инициировала скайп-встречу трехсторонней контактной группы и сама же ее сорвала. Об этом сообщила пресс-секретарь Ленида Кучмы Дарко Алифер. Украинская сторона была готова к участию в видеоконференции, приехали и представители ОБСЕ, но российская сторона на видеосвязь не вышла. Причины неизвестны. Сегодня планировали обсудить имплементацию договоренностей, достигнутых в Мюнхене на встрече глав МИДа в нормандской четверке. Голландия готова сказать «да». Власти этой страны, вопреки мнению большинства жителей, скорее всего, одобрят ратификацию соглашения об ассоциации Украина с ЕС. Что заставило политиков проигнорировать мнение электората? Подробнее Елена Зорина. Ничего личного, только бизнес. Не успели еще нидерландские политики проголосовать за ратификацию соглашения, а эксперты уже подсчитали. Это принесет стране существенную прибыль. Речь идет о почти 200 миллионах евро. Экспорт из Нидерландов в Украину может утроиться, вырасти вдвое. Благодаря зоне свободной торговли может и украинский импорт. Голосование по ратификации должно состояться завтра. Накануне в ГАГе обсуждали все плюсы и минусы решения. Сказать «да», Украине готовы большинство голландских парламентариев. По крайней мере, это следует из их заявлений. Но голосование в Нижней Палате Парламента – это еще полпути. Ратификацию должен поддержать Сенат. А здесь все может затянуться из-за грядущих парламентских выборов в стране. Они состоятся 15 марта. Сейчас в лидерах евроскептики из партии «Свободы». Именно они в прошлом году активно продвигали идею референдума, который и заблокировал ассоциацию с Украиной. И сегодня же стало известно, что послы Евросоюза утвердили механизм приостановки безвизового режима. Об этом в своем твиттере сообщил журналист Рикард Йозвяк. В понедельник, 27 февраля, свое слово должны сказать и министры ЕС. Для Украины это означает лишь одно – финишная прямая. Ведь после утверждения нового механизма наша страна может получить долгожданный безвизовый режим с ЕС. Ранее глава украинского МИДа прогнозировал, что окончательное решение ожидается до конца весны нынешнего года. Елена Зурина, Иван Ермаков, подробности, Европейское бюро, телеканал «Интер». Вы смотрите подробности и далее в нашей программе. Премия в одни руки, как в Закарпатье, медики получили надбавки только на бумаге. Полярное мнение, почему Британия будет рада мигрантам из Европы даже после выхода из ЕС. В Херсоне сегодня должна была состояться внеочередная сессия гурсовета. Депутатов созвали, чтобы отменить решение мэра и исполкома о повышении тарифов на проезд в общественном транспорте. Неделю назад поездка в маршрутке подорожала с 3 гривен до 5. Но депутаты на работу не явились, зато пришли возмущенные пассажиры. Подробности в следующем материале. Утром перед началом сессии в здании гурсовета не пройти. Херсонцы митингуют, ведь уже неделю им приходится ездить в маршрутках по новым расценкам. Хотя бы по 4, но не по 5 же. 5 это неподъемно даже, я думаю, для богатых херсонцев. Как только стало известно о повышении тарифов на проезд, в Херсоне начали сбор подписей за отмену решения исполкома. На сегодняшний день против подписалось уже больше 12 тысяч жителей. Если бы видели, что жители города писали на этих подписных листах. Они не только поставили подпись, они еще добавили от себя, что они думают о городской власти, о повышении проезда, о новых коммунальных тарифах. Толпа возмущенных горожан перекочевала в сессионный зал. Они должны проголосовать за отмену решения исполкома безусловного поднятия до 5 гривен тарифа и требовать экономического обоснования этого тарифа. Но депутаты так и не собрали. Кворум в зале зарегистрировалось 22 избранника, тогда как для работы нужно минимум 26. Отсутствуют депутаты, которые не самостоятельные, которые есть сотрудниками коммунальных предприятий, возглавляют коммунальные предприятия, возглавляют департаменты и управление в органах исполнительной власти. Вместо депутатов с трибуны по очереди высказывают свое возмущение общественные активисты. Рядом перевозчики. Оправдывается цена 5 гривен обоснована. Те же коммунальные платежи, налоги, зарплата рабочим. Зарплата выросла, естественно, выросли и налоги. Вот почему. Почему, когда было 2 гривны проезд и доллар 8, всех все устраивало и не поднимался этот вопрос. Несмотря на возмущение, мэр города поддержал перевозчиков. Жив один из тех депутатов, которые инициировали эту зачаровую сессию, не взвернувся на всех разрешениях. И для кого они интересуются? Всех интересует, чтобы, знаете, что-то сруйнувать, півместо можно забрать, чтобы проголосовать. Давайте будем жить и в магазинах нас будут отпускать. После неудачной попытки начать заседание мэр уходит. Смотри, уже проголосовали. А возмущенные горожане остаются в сессионном зале. Если не депутаты, то Фемида. Общественные организации собираются в суде, а протестовать решение, принятое мэром и исполкомом, уверены, оно незаконное. Но перевозчики пригрозили. В случае возвращения старых тарифов, они просто не выйдут на маршруты. Кирилл Ющишин, Игорь Попов, телеканал Интер, Херсон. Кто заслужил, тот получил. Это о премиях, которые в прошлом году щедро раздавал главврач одной из больниц в Закарпатье. Поощрил сотрудникам на полмиллиона бюджетных гривен. Вот только до врачей, медсестер и санитарок деньги так и не дошли. В чьих же карманах осели, Марина Коваль выясняла. В Воловецкой райбольнице только и разговоров, кого осчастливили премиями в прошлом году. Медперсонал терапевтического отделения денежных поощрений не видел, хотя врач-ординатор здесь получает минимальную зарплату. В отделении хирургии врачи, медсестры и санитарки тоже остались без премий. А узнали, когда депутатская комиссия решила проверить, как используют бюджетные деньги в Воловецкой больнице. Оказалось, небольшие премии получили только три врача, а весь премиальный фонд полмиллиона гривен. В течение года распределяли между администрацией. Бухгалтерия, кадры, господи и разные работники администрацией. Могли быть, например, премии от 5-7 до 24-28, если в гривнях тысяч гривен. В тот час, когда лекарь не имели зарплаты и не имели месяц, а то и 2, и 2,5... Бухгалтеры от ответа, за какие заслуги их премировали, в буквальном смысле убегают. А кадровик, вынося из кабинета свои вещи, реагирует на съемочную группу подробностей вот так. Распределением премии занимается главврач. Рассказывает, кого и за что поощрял. Несправедливо и обидно, заявляют врачи. Считают, главврач не имел права экономить на медиках. Одни негативные эмоции, словно нет. Могли дать какую-то ответственность лекарям больше, медсестрам меньше, санитаркам еще меньше. К каждому по его работе. Законные ли действия главврача Воловецкой больницы теперь разбираются правоохранители. Депутаты райсовета написали заявление в прокуратуру, полицию и фискальную службу. Марина Ковальюри-Ковалев, подробности телеканал Интер, Закарпатская область. До сих пор без приговора. Суд не смог огласить свое решение генералу Виктору Назарову. Он единственный обвиняемый в гибели 49 военных в Луганском аэропорту 14 июня 2014 года. Почему так и не прозвучал вердикт? Елена Миндалюк расскажет. Павлоградские районы суд, родные десантников погибших, когда боевики избили Ил-76, пришли, чтобы лично услышать, каким будет приговор генералу Виктору Назарову. Его должны были огласить сегодня. Именно Назаров в июне 2014 отправил в Луганский аэропорт на ротацию 40 военнослужащих 25-й отдельно воздушно-десантной бригады с провизией и военной техникой. Тогда он возглавлял штаб антитеррористической операции. При заходе на посадку Ил-76 сбили боевики. Когда подсудимый появляется в зале, матерь погибших бойцов не сдерживает эмоций. Ты армию поднял? Почему ты тварь не поднял, когда детей убивал? Что ты творишь вот этого, да? И своих шабгат 10 поколений получил Терцинка на гробах, так как мы получили своих детей. Слушания по делу длятся больше года. Уже изучили результаты всех экспертиз и допросили всех свидетелей. Подсудимым вины в гибели бойцов до сих пор не признает. Не признаю. Я ничего не порушил. Вот только вердикт сегодня так и не прозвучал. Судья заявил об ошибках, обнаруженных в материалах дела. В результатах экспертиз неверно указаны фамилии и даты рождения нескольких погибших военнослужащих. Уточнять их будут на следующем заседании 28 февраля. Родных погибших бойцов такой повар от событий возмутило. Они уверены, дело специально затягивают. Он влиятельный человек. Конечно, он приложит, сколько он денег заплатит, он приложит все усилия, чтобы это затягивалось. С этой болью жить невозможно с этой раной. Если Виктора Назарова признает виновным в гибели 49 украинских военных, он попадает за решетку на 8 лет. Это максимальная мера наказания, предусмотренная статьей, которая ему инкриминирует. Военная прокуратура квалифицировала действия Назарова как халатное отношение к военной службе, повлекшее тяжкие последствия. Елена Миндалюк, Евгений Конденцов. Подробности, телеканал Интер, Днепропетровская область. Очередная горячая точка на израильских границах. Теперь это Синайский полуостров, откуда боевики ИГИЛ обстреливают территорию еврейского государства ракетами. Армия отвечает им ударами с воздуха. О войне, которую Израиль ведет на территории Египта, расскажет наш ближневосточный сэпкор Сергей Ослендер. Очередной обстрел. На этот раз боевики целились по южным населенным пунктам Израиля. Две ракеты, выпущенные из Синайского полуострова, разорвались на открытой местности. Никто не пострадал. В ответ израильский боевой дрон обнаружил и уничтожил расчет боевиков. Это оказались террористы из организации Вела Аят Синай или провинция Синай, отделение исламского государства в Египте. Именно они 8 февраля обстреляли израильский курортный город Эйлад. Тогда сработала система железный купол. Она перехватила над городом три ракеты. Осколки одной из них упали в бассейн гостиницы. Израиль не может позволить себе не ответить на обстрел собственной территории. Это политика Израиля на всех фронтах, в принципе, и на севере, и, как мы видим, теперь и на юге. В сложившейся ситуации на Ближнем Востоке Египет тоже не очень расстраивается из-за таких действий Израиля. Не расстраивается, это еще мягко сказано. Каир давно приветствует участие Израиля в необъявленной войне против ИГИЛ. И тут интересы двух странцев пали просто идеально. Египту нужно навести порядок на полуострове, давно облюбованном туристами. А Израилю совсем не нужен еще один террористический анклав у себя на границе. Поэтому в прессу давно просачивались сообщения о том, что израильская разведка собирает данные о террористах и передает их египетским военным. А военно-воздушные силы регулярно наносят удары по скоплениям боевиков. Официальный Иерусалим, конечно, все эти сообщения не комментирует. Израиль сейчас активно укрепляет южную границу, чтобы предотвратить прорывы боевиков в Синая, как это было в 2011 году. Тогда погибли несколько израильтян. Кроме того, Иерусалим дал разрешение на увеличение египетского военного контингента на полуострове и ввод туда бронетехники. А это было категорически запрещено мирным договором между двумя странами. Но ввиду сложившейся обстановки этим пунктом договора решили пренебречь. Сергей Услендер, подробности Ближневосточное бюро телеканала Интер. Первые аресты по делу Липен. Телохранителя кандидатов президента Франции Тьерри Лежье и главу канцелярии Катрин Гризе взяли под стражу по подозрению в растрате средств из фондов ЕС. Европейское бюро по борьбе с мошенничеством установило, что именно этих двоих фиктивно оформили на должности помощников евродепутатов. Соответственно, они получали зарплату из бюджета ЕС. По данным французских СМИ, сумма незаконных выплат может составлять около 340 тысяч евро. Ранее полиция провела обыски в штаб-квартире Национального фронта в Париже. Сама Липан называет дело политическим заговором, цель которого сорвать ее участие в президентской гонке. Великобритания будет рада мигрантам из Восточной Европы даже после выхода из ЕС. Такое неожиданное заявление сделал министр по вопросам Брекзита. Раньше правительство не уставало повторять, что собирается сократить поток мигрантов в страну в десятки раз. Чем вызван столь резкий разворот? Светлана Чернецкая из Лондона. Мечты голосовавших за Брекзит рушатся на глазах. Не секрет, что большинство поддержавших выход страны из ЕС свято верили, что мигрантам в одночасье придется покинуть Великобританию. И дверь за ними захлопнется навсегда. Но на самом деле Соединенное Королевство очень нуждается в рабочей силе из-за рубежа. В первую очередь требуются низкоквалифицированные работники в сфере услуги и сельского хозяйства. В разгар летнего сезона на местных фермах трудится 75 тысяч сезонных рабочих. Обычно они приезжают из Болгарии, Румынии и Польши. И если после Брекзита путь в страну им закроют, урожай на полях просто сгниет, предупреждают в Национальном союзе фермеров. А это значит, что страна не сможет прокормить себя. В ходе визита в Таллинн министр по вопросам Брекзита Дэвид Дэвис заверил, мигрантам будут рады и после выхода из ЕС. Потому что без них стране попросту не обойтись. По словам чиновника, еще в течение многих лет британцев придется убеждать идти работать в отели, рестораны и на фермы. Об этой ремарке министра правительство решило не упоминать в официальном коммунике, ведь такое утверждение идет вразрез с обещаниями власти сократить иммиграцию в несколько раз. Не обрадовало правительство и очередное заявление президента Еврокомиссии Юнкера о высокой цене, которую придется заплатить Великобритании за развод с ЕС. Британский народ должен понимать, что скидок за выход из ЕС не будет, как не будет и нулевого счета. Британцы должны уважать свои обязательства. Так что, выражаясь несколько грубо, счет, который мы выставим, будет просто огромным. Такие заявления из Брюсселя не добавляют оптимизма британским властям. Еврокомиссии уже дали понять, что ожидает погашение выплат от Лондона до конца 2023 года. Сумма составит приблизительно 60 миллиардов евро. Эти деньги должны пойти на те проекты и программы, в которых Королевство участвовало, будучи частью ЕС. Но пока официальные переговоры по Брекзиту не начались, все это больше напоминает страшилки. Европе и Британии придется искать компромиссы на то, чтобы утрясти все бракоразводные детали. У них есть два года. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности. Британское бюро телеканала Интер. Во что играет Трамп? Почему в Индии табу на роскошные свадьбы? И из-за чего чешские охотники ополчились на кабанов? Об этом они только далее в обзоре. Дональд Трамп проиграл в гольф пятую часть своего президентского срока. Журналисты Нью-Йорк Таймс подсчитали, спустя месяц с начала президентства он провел на кортах шесть дней. Ранее республиканец неоднократно критикал своего предшественника Барака Обаму за то, что тот уделяет игре в гольф слишком много внимания. Полицию Лондона впервые возглавила женщина, а ранее 56-летняя Крисида Дик была главой национальной контртеррористической службы. С ее приходом все ключевые посты полицейских структур Британии, Скотланд-Ярда, Национального агентства по борьбе с тяжкими преступлениями и Национального совета полиции будут заняты женщинами. Зарплата Крисида Дик составляет около 335 тысяч долларов в год. В Университете Южной Калифорнии создали дроны, способные демонстрировать сложные пируэты синхронно. Их планируют использовать для спасательных операций. В механизированной стае 25 беспилотников. Для каждого из дронов запрограммирована отдельная траектория. За полетом следят десятки вмонтированных камер, которые обмениваются информацией с главным компьютером. В лесах Чехии начали отстреливать диких кабанов. Ученые утверждают, животные ели радиоактивные грибы, и теперь их мясо содержит смертельно опасный цезий-137, накопленный в почве еще со времен Чернобыльской катастрофы. Очистить леса от радиоактивных кабанов взялись десятки добровольцев-охотников. После отстрела туши уничтожают. Власти индийского штата Джаму и Кашмир запретили роскошные свадьбы. Распоряжение было принято после многочисленных жалоб граждан. Мол, пышные свадьбы – это большой шум и много отходов. С апреля родители невесты не смогут приглашать более 500 гостей, а со стороны жениха – 400. Кроме того, на свадебном банкете может быть подано не более семи основных блюд. Французский одиозный художник Абрахам Панчеваль проведет 8 дней, запечатанный в каменной 12-тонной глыбе. Вместе с ним будут необходимая провизия и книги. Художник, по его словам, участвует в необычном арт-проекте, чтобы почувствовать дыхание камня и сродниться с природой. Сенсация от НАСА. В эти минуты в США проходит срочная пресс-конференция, на которой журналистам сообщили, обнаружили сразу несколько планет, условия на которых очень схожи с земными, а значит, возможно, мы не одиноки во Вселенной. За новостями из НАСА следит в Соединенных Штатах мой коллега Дмитрий Анопченко. Дим, здравствуй. Значит ли это, что НАСА обнаружила жизнь за пределами Земли? Катюш, ну это вопрос, который все себе сейчас, вот в эти секунды задают. Действительно, то, что сообщили в НАСА, это мировая сенсация. Мы в Лос-Анджелесе сейчас, пресса собралась, чтобы следить за событиями Островской недели. Все плюнули на кино, все следят за тем, что происходит в НАСА, чтобы ответить на главный вопрос. Все фантастические фильмы, фантастические сюжеты, вы все видите эти голливудские боевики, есть ли в них правда, есть ли в них реальность. И НАСА заявила, что действительно такая возможность есть. Впервые в человеческой истории, без преувеличения это скажу, вот вы сейчас увидите кадры из пресс-конференции, НАСА объявила о том, что очень недалеко, всего лишь в 40 световых годах от Земли, в сторону созвездия Водолея, обнаружена звездная система под названием Трэпест-1. И там ни одна, ни две, а целых семь планет, которые могут быть схожи с Землей, схожи по условиям. Там может быть вода, там могут быть океаны, там может быть атмосфера. И как заявили в НАСА, на шести из них потенциально может быть жизнь. Когда мы говорим о жизни, то очень часто в НАСА говорили, ну, допустим, там, говоря о внеземной жизни, мы можем и бактерии обнаружить, еще что-то. На этих планетах может быть, в принципе, жизнь потенциально похожая на земную. Именно поэтому сейчас НАСА не говорит, они только с помощью телескопа обнаружили эти планеты, есть ли там жизнь, есть ли жизнь на тех планетах, совсем как в карнавальной ночи. Науке это неизвестно. Но вот именно сегодня с этого объявления стартует грандиозный проект по поиску неземной жизни, не просто где-то в космосе, а на конкретных планетах, на которых очень похожа жизнь, похожие условия на Землю, на вот ту планету, где мы сейчас находимся. Студия Киев. Дим, спасибо тебе за ассистенционные новости, а больше событий на нашем сайте подробностей UA. В прямом эфире увидимся уже завтра. Хорошего вечера и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин